это тут только что пролетал из-за этой дымки нихрена не видать так а вон еще кого-то пробили что-то много-много высоких космонавтов вон он домой пошел нет нет миссия миссия дома идет я навязываю но руль инску учти они все высоко вон еще один высокий у меня четыре с половиной короче ты можешь 1621 нет он уже за мной пошел глоб в 1621 высота у меня 6 и тут влетает миссия ручки смотрите если чуя сейчас буду 1621 сектор один бой вести миссия меня вроде не видит попробую его срезать давай сейчас после если мы с ним закрутить сказать а если мы закрутимся то я вниз буду сливать то что мне на миге то стремно у меня уже его ползает увидел увидел меня 211 все начал пикировать оп пропустил так я с ним закрутился андрюха подходи мы уже потихонечку это высоту сливаем сейчас все прям соседнем квадрате а у него что-то отвалилось и чё я пробил хочешь сказать что не он разогнался я вас вижу а все нет я его сбил сбил я у пробил значит я просто не видел там зены что работает да подо мной наверное всем добра времени суток виртуальные пилоты с вами илюха и сегодня наш очень очень длинный выпуск будет посвящен в советскому высотному истребителю миг-3 самолет это создавался как высотный истребитель перехватчик и именно на больших высотах 8 9000 полностью раскрывается его потенциал сожалению специфика сервера wings of liberty такова что все бои в основном происходят на высотах от нулей до 3000 метров изредка миссера залазит на 4 5 где-то ну максимум 6 вот и самые верхние этажи так сказать у нас остаются не востребованными но я решил провести эксперимент и полетать на миге именно на больших высотах и поохотиться соответственно на миссершмиттов собственно говоря данный видеоролик и представляет эту охоту летал я все время высоко спускался очень изредка и очень аккуратно за три вечера я получается сбил как можете посмотреть на статистике тут 12 самолетов сам был сбит всего лишь один раз это меня банально завулчили на глиссаде прям над аэродромом но это вы все увидите полеты на миге чем-то похожи на охоту на миссершмитти за редким исключением у вас нет права на ошибку потому что на миссер вы можете уйти пикированием уйти кабрированием во многих случаях по прямой на миге как правило такой возможности у вас не будет особенно если вы встретитесь с f4 или с g2 ну что ж давайте смотреть всю квинтэссенцию со всех моих вылетов показанных статистике и методичные разбирать плюсы и минусы данной замечательной боевой машины поехали все мои вылеты начинались примерно одинаково я взлетал либо самого дальнего аэродрома либо с аэродрома поближе но уходил глубоко в тыл и набирал высоту вплоть до самой инверсии после чего уже подходил к линии фронта сразу говорю что показывать я буду ситуации не только в которых удавалось кого-то сбить но и не всегда получавшиеся удачными заходы и также когда я сам был практически на волосок от гибели в общем подлетела к линии фронта и увидел как работают зениточки начал строить заход на мессера практически догнал его уже и вот последний момент он или заметил меня либо что просто вот так вот ушел из-под атаки в принципе высоту я сливать за ним не стал ниже 4000 старался никогда не опускаться за редкими исключениями в той же самой миссии также подежурил вдоль линии фронта и вновь увидел выстрелы зениток и летящую пару начал заходить ну тут они как-то там отманеврировали что в принципе заход мы не удался возможно вновь меня увидели но я решил в этот раз повторить попытку там еще мессер почему-то в коллегу пострелял зачем-то в этот раз мессер скорее всего меня не видел за что конечно же и сразу же поплатился после чего я вновь ушел в набор высоты та же самая сессия сразу скажу что это запись игры до обновления 3 версии поэтому я летал всегда на высоте с открытым фонарем чтобы мутный плексиглаз не ухудшал мне обзор все же с открытым фонарем контрастность намного выше непосредственно перед заходом его можно закрывать также я предпочитаю летать с открытыми радиаторами но когда вижу оппонента закрывая фонарь и закрывая совки чтобы побыстрее разогнаться и как можно быстрее выйти на огневое решение увидел вдалеке пару контактов но это оказались наши миги я им поморгал чтобы они на меня не заходили но чуть ниже увидел силуэт решил проверить его силуэт подходил с немецкой территории и был чуть-чуть пониже в принципе очередь хорошо зашла и сразу же убила пилота из вооружения кстати на миге я предпочитаю больше всего швак потому что лента не содержит трассирующих снарядов и представляет по сути собой скрытую версию из-за чего часто допустим если вы промазали то у вас будет хорошая возможность пострелять повторно при том условии что противник вас не обнаружил а дамажит она конечно гораздо лучше чем пулеметы у бы как видите их часто хватает буквально там одного попадания в общем началась уже новая сессия не я летал очень долго на высоте где-то 7000 метров никого не видел точнее видел бои низко очень но я туда к ним не спускался и вот как-то буквально там час наверное полтора летал увидел вдалеке вот как раз на семерке какой-то странный контакт и решил пас попробовать подойти к нему аккуратненько и незаметно при приближении я убедился что это все-таки мессер это был g2 с подвесами и постарался зайти к нему с мертвой непосматриваемой зоны атака была удачной как видите на мессере нельзя расслабляться на любой высоте и даже на 6000 у вас вот так вот могут аккуратненько подкараулить и как видите вновь открываю радиатор открываю совочки и продолжаю вести наблюдение спустя относительно долгое время я внизу заметил бой но туда старался никак не влезать смотрел что там происходит и в результате увидел что там с белым шлейфом пробитый самолет будет отлетать за линию фронта вот он еще летает там воюет просто решил понаблюдать вдруг подойдут какие-нибудь высотнички бой там внизу таки идет вот Продолжение следует... Тут вот я как раз увидел то, что пробитый самолет отходит за линию фронта, причем отходит он в сторону синих. Поэтому я логично предположил, что это скорее всего какой-нибудь пробитый мессер и все-таки решил рискнуть попробовать его добить. Пикировал тут почти 7000, поэтому сразу же открываю совки на полную, чтобы они хорошенько оттормозились и выключаю газ. Сразу скажу, по опыту я ни разу не заметил, что на полностью открытых совках двигатель у Мига там как-то переохлаждался, поэтому открывать их можно легко и непринужденно. Для тех, кто не в курсе, у Мига хороший флаттер, 750 км в час, в принципе он держит. Тут я немножко даю левую педаль, чтобы посильнее оттормозиться, скажем так, и не упускать из вида противника. Все, скорость мы уже получили, высоту слили, осталось построить заход. Это был МС-202. Он меня, конечно, увидел в самом конце, но было уже поздно. Теперь самая главная и опасная часть операции, постараться отсюда уйти живым, поскольку я был уже на вражеской территории и изрядно слил высоту. Поэтому я в пологом наборе начал быстренько-быстренько отходить к своим. Тем более дым от пробитой макаки видно было хорошо. И тут со мной случился весьма и весьма такой, скажем, неприятный инцидент, в результате чего спина у меня ни раз и ни на два покрылась холодным потом. Вот, подошел практически к линии фронта, к речке. И увидел вдали контакт. Практически на моей высоте. Внимательно еще рассматриваюсь по сторонам. Тут я увидел второй контакт. Знаете, первый я увидел как мессер, а второй мне почему-то показался, что это была лавка. Хотя, если честно, я очень сильно ошибался, поскольку это был второй худой. Решил попробовать зайти на это, думал он не увидит меня. Он начал совершать тем более какие-то странные маневры. Я вначале сразу не понял, что это он резко так вниз пошел. Но что-то внутри меня насторожило. Я подумал, что он скорее всего сливает меня вниз. В принципе, опасения подтвердились. Увидел, что у меня уже заходит второй синий на 6. И понимаю, что лучше с ними в бой не вступать. Решил немного подпикернуть. Тем более, они уже за мной пристроились. Тут еще перед собой увидел еще одного синего. И руки, я вам скажу, мы сразу похолодели от ужаса. Ну что ж, закрываем совки. Сейчас сначала охладим мотор. Потом на форсаже и на закрытых совках все же принял решение уйти в сторону нашего аэродрома. По крайней мере, постараться. Сера таки висят на хвосте. И тут главное поддерживать высокую скорость. То есть, поигрывать радиаторами. Приоткрыл, закрыл. Приоткрыл, закрыл. Чтобы не спалить движок. И чтобы самолет тянул с максимально возможной для него скоростью. Лететь еще прилично. Если честно, я уже внутренне морально приготовился получить полную кадушку немецких огурцов. Кстати, в то время на сервере я там смотрел и играло звено, по-моему, из четырех опытных игроков. Это, по-моему, на них и нарвался, если честно. Играю радиаторами и все время жду, когда же полетят трассеры. Но на удивление, что-то я прям не вижу, что меня сильно догоняют там как-то. Хотя МИГ, если честно, уступает скорости F4. Совсем немного, но все же уступает. А вот, увидел контакт. Он еще далековато пока для стрельбы. Аэродром уже практически рядом. Осталось совсем чуть-чуть. И забегая наперед, я вам здесь раскрою маленький секрет. Мне просто, если честно, жутко-жутко повезло в этом бою. Поскольку это были не F4 модификации, а вторые Фридрихи. А вот второй Фридрих как раз уступает МИГу в скорости практически на всех высотах. В принципе, он переигрывает МИГа только в маневренности. Ну и в скороподъемности там разница вообще практически минимальна. То есть, именно вот это меня и спасло в данном случае. Поскольку я сейчас уже буду пролетать над аэродромом. И обратите внимание, на каком расстоянии Мессера были в начале. Скажем говоря, и насколько сейчас я от них оторвался на МИГе. Сейчас где нитки как раз начнут бить. И можно увидеть, что расстояние в принципе уже достаточно приличное. Вон они зены пошли и Мессер отвернул. Видите, достаточно большое уже расстояние. Но тут, конечно, еще только удач. Если были бы Ф-4, то они бы меня просто бы догнали бы и расстреляли. Тут и говорить нечего. А топливо у меня кончалось. Я подождал пока оппоненты уйдут. И благополучно сел на этот же самый аэродром. Ну что ж, и так, та же самая сессия. Вновь взлетел. Залез высоко. Сразу скажу, что летать лучше под самой-самой гранью инверсии. На весенне-летне-осенних картах это примерно в районе 6-6,5-7 тысяч метров. Иногда можно летать чуть выше, то есть по некой синусоиде. В этом случае ваша инверсия не будет так сильно видна. А если вы вдруг внезапно встретите контакт на своей высоте, то у вас будет чуть-чуть больше энергии. Для введения активного боя. Вот, заметил тут контактик. Летал я тоже очень долго. Там, наверное, чуть ли, может быть, даже час искал врагов. Поскольку, как я уже говорил, мессера, многие мессера почему-то не любят лазить на высоту. А летал я во время западного комьюнити. Те вот почему-то особо не любят. Вот, увидел парочку. Предположил, что это как раз вот то опытное звено. Возможно. Ну, так как то звено летало четверка, я тут внимательно поглядывал. На предмет наличия прикрывающей двойки какой-нибудь еще одной. Попробовал тут зайти, но угол... Если честно, неудобно, конечно же, я промазал. Ну, залазить я сильно там в этот бой не стал. Я все переживал, что вдруг кто-то еще сейчас подойдет с высоты. Срежет меня. Решил не рисковать. Тем более, по ходу дела, мессера тут меня заметили. Для мига высота это спасение. Вижу, что они там спустились, начали там какие-то перестрелки. Вот, увидел еще высотные контакты. 7400, запас высоты хороший. Ну, это были коллеги на мигах. Кстати, они тоже летали в сессии. Молодцы. Полетали парой. Высоко. Ну, и тоже там кого-то удачно сбивали. Внизу там замес так и идет. А я все искал каких-нибудь прикрывающих мессеров повыше. Ну, кстати, и заметил. Ну, что-то не хотелось мне, если честно, спускаться туда низко. Кстати, интересная особенность для тех, кто не знает. На миге на большой высоте нельзя резко давать газ и убирать его. То есть, играть газом туда-сюда. Потому что это приводит к заклиниванию мотора. То есть, на малых высотах, вроде как, я не замечал особых проблем с этим. А вот на больших мотор можно очень резко и внезапно запороть. Буквально ему хватает там один-два раза вот так резко дернуть, и мотор встает. Поэтому водите рудом плавно. Вот, увидел, наконец-таки, высотного мессера более-менее. Стрелял, конечно, не совсем в удобном положении, но все же пробил его. Он там, в общем, начал резко вниз падать. Слил высоту. Я за ним, если честно, не пошел. Но его нафиг, этого подранка. Мне он абсолютно был не нужен. Но мне все же повезло. У него там где-то далеко по пути встал мотор. И мне все же это считали сбитие. В общем, как-то так. Идем далее. Это же самая сессия. Все продолжается наше приключение. Увидел еще один. Очередной контактик. Тут маленько прицел ушел. Что-то как-то не совсем удачно зашел. Пострелял. Но мессер понял грозящую для него опасность. И начал уже маневрировать. Ну, как ни крути, преимущество в высоте все же у меня. Собственно, граната понял. И начал сливаться вниз. В таких случаях я просто бросаю мессеров. В большинстве своем смысла пикировать за ним нет. И сливать высоту тоже. Поэтому плюнул. И на этом наша сессия как раз и закончилась. Ну что ж, дальше наступило время другой карты. Точнее, следующей миссии летала высоко. И все никак не мог найти оппонентов. Охранял я наши кораблики. Но все бои почему-то были внизу. Поэтому решил все же рискнуть и спуститься вниз. Аккуратненько осмотрел. Если кто тут поблизости. Поскольку, как я говорил ранее. Риск на миге должен быть оправдан. Потому что у земли он не обладает какими-то выдающимися летными характеристиками. Как то там супер маневерность. Или супер скорость. В этом он все же немножко уступает мессерам. Хотя, конечно, на миге можно покрутиться. Иногда даже получается перекрутить. Но это не я. Лучше все же в такие ситуации не попадать. Пока осматривался. Потерял контакт. И нашел его вдалеке. Скорость-то у меня уже, по сути, была потеряна. Но все же решил пойти за ним. Сыграть, так сказать, вабанг. Плюс к тому же еще на такой высоте фанер закрыть не получается. Надо было сделать это заранее. Все-таки решил проатаковать этого 110-чика. Там все по нулям с бомбами летал. Тут интересный момент возник. Смотрите внимательно на эффект от попадания. По 110-чика. Начинаю стрелять. И поджигая его, видно, что там яркая вспышка. Но он тут почему-то тут же мгновенно гаснет. Видите, черный след видно отчетливо. Вон он. Как он исчезает. Я так и не понял, что это. Я его внезапно поджег, и он тут же потух. Видимо, активировал огнетушители, как в танчиках от War Thunder. Ну, а я решил все же отойти к себе домой, поскольку получил по радиатору. 110-чий, кстати, потому упадет. И мне тоже сбитие засчитают. Тут я уже подхожу практически к нашему аэродрому. Шел я по нулям. Рядом еще летел сбитый союзник. У меня уже движок начал сильно перегреваться. Вода уже там зашкаливает. Все-таки охлаждайки я много потерял. Смотрю за своим союзником также. Сзади, везде вроде как все чисто. До аэродрома остается буквально совсем-совсем чуть-чуть. Вот она уже, взлетно-посадочная полоса. Решил садиться прям поперек нее. Потому что сейчас мотор вот-вот уже заклинит. Прямо вот здесь на этой лужанке я начну садиться. И вижу, как вспышки зениток. Тут я подумал, что вулчер далеко. А он, вот он, близко все-таки. Все-таки у меня крыло отлетело. И пришлось прыгать. Благо запаса высоты все же хватило немножечко. Чтоб пилот мой не скончался. Вот так вот меня избили. Один раз. Ну что ж, продолжил патрулирование в этой же самой миссии. Те же самые кораблики. Вижу, что союзника атакуют. Какой-то бой, не бой. Что-то идет, какой-то замес. Решил приспуститься. Это наш там протоковал синего. И в этот самый момент увидел, как кто-то пикирует. Апикировал никто иной, как мистер Шмидт. Собственной персоной. Думал он тут закрутится. Но противник оказался матерый. И на полной скорости начал удирать. Попробовал его догнать. Вот за счет энергии, полученной в результате пикирования. Понадеялся, что это возможно второй Фридрих. И я его догоню. Но, к сожалению, забегая наперед, скажу, что это был F4. И к тому же не просто F4, а с хорошим, опытным, глазастым пилотом. Потому что он меня и увидел. Начал там маневрировать. Я, если честно, я не знал на момент записи вот этого видео, кто же быстрее у земли, Миг или Фридрих. Решил пострелять. Конечно, с такого расстояния попасть очень сложно. Тем более, со скрытой лентой. Хотя бы задымить. Потому что я почувствовал, что я его не догоняю. И возникла интересная ситуация для красного. Вроде летишь и бросить нельзя. Поскольку бросишь, он полетит за тобой и догонит. И вроде я решил как-то его пробить. Хоть чуть-чуть задеть как-то там. Чтобы он уже, будучи пробитым, за мной не пошел. Поскольку мессер упрямо тянет и тянет меня на свой аэродром. И что-то мне не нравится перспектива на нулях. На дворожеской территории летать. Пострелял тут. В надежде, может быть, там попаду хоть как-то задену. Ну, если честно. Сложно это. Были бы хотя бы трассеры. Тогда да. Можно было хоть как-то цепануть. Здесь уже никак не попасть. И решил все-таки развернуться. Ну, если честно. И здесь удача тоже пошла на моей стороне. Поскольку мессер, не знаю почему. Но не стал он меня преследовать. Может у него топлива мало было. Либо что-то. В общем, мне фортануло. Причем фортануло тоже очень-очень хорошо. В общем, потом я набрал высоты. Над теми же корабликами в этой сессии. И увидел мессер Шмидта. Как раз вот в районе 5000. Пилот этого мессера, кстати, уже 7 истребителей сбил в этой сессии. Так что противник был опытный. Я этого, конечно, не знал. Но позиция у меня была все же лучше. Он меня заметил. Но угол был за мной. Первое попадание. И второе. Ну, в принципе, и все. Оппоненту, если честно, понравился мой выстрел. Видите, он уже даже быстро написал. Good shot. За что, конечно, я ему сказал спасибо. Поскольку пилот этого видел много раз на сервере. И знаю, что он достаточно, очень хорошо, точнее, летает на синих самолетах. В общем, так же долго летал над корабликами. Никого наверху не нашел. Но внизу заметил, как там зенитки обрабатывают. Решил все же рискнуть, спуститься и посмотреть. Решил все же рискнуть, спуститься и посмотреть. Вот по зенитным трассерам все же увидел нарушителя спокойствия. Здесь, честно, на фоне вот этой мерцания воды очень тяжело увидеть противника. Дом оказался Эмилька. Здесь маленечко не удалось, а у меня заход. Я решил полететь вперед, подальше. Чтобы мне след не напихал менингешвадских огурцов. Ну а здесь уже заход получился очень удачным. Заград очередь. И Эмилька падает без крыла. А я тихонечко огородами отхожу в сторону, чтобы вновь набрать высоты. На этом, в принципе, сессия и закончилась у нас. Далее была зимняя карта. И я дежурил возле нашего аэродрома. Дело в том, что тут летал какой-то вулчер. Причем он летал, то подлетит, то летит. Высоту не сливал. Если честно, дежурил в стороне. Все никак его не мог увидеть. Наверное, минут 15. Но вот как раз через 15 минут, так сказать, терпеливых поисков, наконец-таки увидел его там. Скорее всего, мессер летал и искал те самолеты, которые климбят в стороне. Как это часто любят делать синие пилоты, чтобы вниз не спускаться. Но в этот раз спустился вниз я. Кстати, вот поражает живучесть данного мессера. Обычно они разваливаются там 1, 2, 3 попадания. О чем всем вам, конечно же, известно. Но в данном случае посмотрите, сколько будет заходов, сколько будет попаданий. И как долго все-таки мессер Шмидт будет стоять, так сказать, на ногах. Скорее всего, видимо, разброс попаданий был не в одну точку. Вот еще, смотрите, попадания. Вот еще и Пинк, видимо, сыграл какую-то злую шутку. Вот еще попадания. Заврежден мотор. Но самолет до сих пор летит. Вот еще попал. Но это за самую законцовку крыла. Еще одно попадание. Ну и тут я вижу, что мессер пошел в свое последнее крутое пике, из которого уже никто не возвращается. В принципе, подождал. В общем, он упал, разбился. Ну, все получилось, как говорится, хорошо и удачно. В моем случае, больше никого в этой сессии я не сбил. Летал, хотя очень долго. Ну вот, спустя какое-то время, вот она пришла весна, как паранойя. И оказались мы в теплых краях. Наклимбил я, как обычно, и полетел к линии фронта. Вдалеке увидел два Фокки Вульфа 190. Летели они вместе. Не знаю, только пара, либо это просто стихийно. Но все же решил попробовать зайти. Я, если честно, думал, они на меня заходят. Но, как оказалось, скорее всего, они меня даже и не видели. Либо, вполне возможно, переняли за своего. Вижу, правый куда-то пошел. Но за ним как-то неудобно было заходить. Попробовал зайти налево. Если честно, на Фокку заходить очень сложно, поскольку у него обзор на 6 просто великолепный. Я думал, что, скорее всего, просто они меня заметят. И уйдут пикирования. Попробовал зайти. Стрелял. И вижу надпись в чате, что я его все-таки сбил. Видимо, там что-то у него с мотором произошло. И попадания казались критическими. В принципе, со второй Фоккой бодаться не стал. Я просто бросил ее и полетел в другое место. А то они вполне могли позвать других друзей. Летал я еще очень долго. Может быть, там час или полтора. И немножечко залетел над вражеской территорией. В район их корабликов. И увидел силуэт мессера. И вот сейчас вы как раз увидите преимущество скрытой ленты швак на миге. Поскольку начал делать заход. Скорость, конечно, большая. Мессер немного дернулся. Я, видать, промазал. Но он меня, похоже, даже и не заметил. Если бы это были бы УБ, то, скорее всего, он уже бы и лекитировал. Либо еще какие-то действия предпринимал. А так просто появилась вторая возможность спокойненько повторить заход. Было попадание. Но, скажем, далеко не критичное. Ну, как говорится, бог троицу любит. Попробуем все же третий раз. Тем более, мессер не уходит. Никуда вне с пикированием. Высоту вроде как сохраняет. Что мне как раз было на руку. Пролетел совсем прям рядом. Если честно, я в замедленном повторе смотрел. Мы не столкнулись. Но расстояние было такое, что рукой можно было протянуться и коснуться киля мессера. Конечно, тут сильно достаточно рискнул. Так, а это эпизод из другой сессии. Как говорится, сколько веревочки не виться. Но результат, как говорится, иногда немного предсказуем. Поэтому не только у меня в прицеле оказываются оппоненты, но и бывает так, что и я в чем-то прицеле. То есть, набрал высоты. Увидел мессера и решил на него зайти. Аккуратненько пикирую. Тут еще одного увидел. Чуть-чуть в стороне пикирующего. Я решил немножко проигнорировать. Посмотреть. Нет, увидел, что пикирующий все же ближе. Пошел за ним. Но он, как всегда, точнее, как я понял, увидел меня. И понял, что с ними лучше не связываться. Поскольку второй за мной пошел. Вполне возможно, что они летели в паре. Единственное спасение для Мига это высота. А именно где-то примерно там тысяч на 8, 9 и выше. Миг в теории должен быть быстрее. Если честно, я не замерял. Но по кривым, скажем, еще и старичка Миг действительно быстрее на больших высотах. Но это надо набрать тысяч 8. Я думаю провести потом эксперимент. Снимем отдельное видео, сравним и убедимся. Точнее, высоты, точнее, скорости у Мига я уже мерил. У земли и на 6 тысячах. На 6 тысячах Фридрих все же быстрее. Но он там и должен развивать максимальную скорость. А у земли Миг на слегка при открытых радиаторах летит примерно так, как F4 на боевом. Все же Фридрих чуть-чуть побыстрее. У земли тоже догоняет Мигаря. Скороподъемности F4 превосходит Мига на любых высотах. Поэтому я решил пойти очень-очень в пологом наборе. Высота 5 с лишним. Тут я уступаю. Но я надеялся на то, что я успею нагрести 1008. И потом уже тапку в пол и оторваться от них. Единственный, конечно, минус. То, что у меня сильно был переигрят движок. Приходилось играться с радиаторами. Вот уже 6 тысяч. Стрелка альтиметра ползет очень-очень медленно. Поскольку это большие высоты. Самолет здесь гораздо менее скороподъемный, чем у земли. Вот уже 6300. Надо еще-еще набирать высоты. Стараюсь играться с радиаторами поменьше. Миссера все-таки висят за мной. Уже 6600. Движок так и кипятится. Если честно, кстати, я хотел добавить. На Миге сильно греется вода. Масло у него практически не перегревается. У меня просто створки радиаторов висят на одной оси. Что не совсем правильно. Но у меня нет просто лишних осей. Поэтому, если у вас есть отдельное управление, то играйте с водой. А масло можно, в принципе, приоткрыть лишнее на много. Это вам даст лишнюю прибавку. Миссера уже догоняют, догоняют потихонечку. Помню, у меня уже выключился форсаж. Он на больших высотах не работает. Вот уже 7200. Еще, еще надо. Миг максималку развивает на высоте 7600. Если память меня не изменяет. Ну, миссера потихоньку догоняют. Еще чуть-чуть мне совсем осталось. Нагрести до заветной высоты. Нервы напряжены до предела. 7400. Но худые уже совсем-совсем рядом. Скоро уже будут стрелять. Эх, уже начали все. Чуть-чуть не хватило. 7700. Буквально чуть-чуть совсем решаю. Пикернуть в сторону нашего аэродрома. Запаса высоты прилично. Должно хватить без проблем. Кстати, тут немножко с удивлением для себя. Я обнаружил, что пикирует миг очень хорошо. Почитал историческую литературу. Немножечко, да. Не знаю, как это реализовано в игре. Но исторически, да, миг весил там на несколько сотен килограмм больше, чем мессер. Вследствие чего пикировал лучше. И еще там было указано то, что большое аэродинамическое сопротивление создает именно профиль крыла на самолете. А профиль крыла на миге был тоньше, чем на мессере. Поэтому миг пикировал лучше за счет большего веса и лучшей аэродинамики. В игре, если честно, я испытания не проводил. Но то, что миг хорошо пикирует, это я могу сказать точно. Также, помимо того, что он хорошо пикирует, он еще и отлично сохраняет энергию. То есть, если с большой высоты где-нибудь с 8 вы пикирнете с открытым фонарем, с открытыми створками полога, а потом резко потянете ручку на себя, то он практически на эту же самую высоту и возвращается. Хотя, казалось бы, сильное аэродинамическое сопротивление. Фонарь сширает. Ну вот так вот. Такая интересная особенность. Все-таки аэродинамика у мига просто шикарная. У меня был бы мотор, конечно, чуть посильнее, было бы повеселее. Ну вот я уже до двух спустился, уже у аэродрома миссера мне пробили топливный бак. Но я все же подлетел к своим практически зениточкам. Вот она уже, взлетно-посадочная полоса. Давайте, зенитки, спасайте меня. Тут еще нервничал, быстро выключил форсаж, потому что форсаж на миге ровно 10 минут. Дальше уже можно поломать мотор. Но заметил с облегчением, что миссера меня бросили. Я летал тут еще, топлива было много, летал около 10 минут возле аэродрома, немножко под нагреб высоты. Просто, знаете, есть такие, кто в момент глиссада любит вулчить. Но, если честно, миссера просто улетели, и я благополучно приземлился. Вот так и выжил. Ну и так, та же самая сессия, которая, если честно, для меня оказалась не вполне удачной. Но все же с интересными боевыми моментами. Подлетел к линии фронта и увидел фоку. Потихонечку покрадываюсь к ней. Ну, вот тут она то ли заметила меня, то ли что. Резко как-то отвернула. Маленечко промазал, блин. Она меня теперь наверняка точно увидела. Начала полого пикировать. Решила смотреться тут по сторонам. Подумывал зайти на нее еще раз. Попробовать. В принципе, на такой высоте мигу фока не страшна. Он ее превосходит по скороподъемности. Но вижу, что скорость уже мне явно не хватит. Тем более, она меня видит. Потом плюнул и бросил просто ее. Иногда нужно уметь отказаться. Сказать себе нет. В общем, на тот момент у синих на карте осталась лишь одна позиция наземки. И как парни писали в чате, там крутятся мистер Шмидт. Полетел проверить, посмотреть, что там происходит. И увидел контакт на своей высоте. Обратите внимание, сверху тут еще одна инверсия. Я ее не сразу заметил. Чуть позже решил посмотреть, кто это. Оказался еще один мистер. Опасный противник. Как у него было преимущество. Пострелял. Немного его там задел. И решил с ними просто не связываться. Сколько вот этот высотный, в принципе, опасный тип. И тихонечко, тихонечко, пикированием, огородами полетел к себе домой. Самое смешное, то ли они меня не заметили, то ли что, меня вообще никто не преследовал. На удивление. Единственное, написал в чат, предупредил наших парней, то что в этом квадрате на такой-то высоте летает мистер Шмидт. Ну и так у нас по ходу пьесы поменялась вновь карта. Летал я тут над горами. Дышал теплым южным воздухом. И увидел мистер Шмидта. Пришел попробовать зайти на него, но он тут отвернул малеха. Я вначале предположил, что он меня увидел. Но как оказалось, он просто там хотел на кого-то зайти. И не смотрел на свою шесть. За что, в принципе, конечно, и поплатился. Итак, интересный эпизод. Случился чуть позже. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова bar. ИНТРИГУЮЩАНИЯ увидел еще одно фридриха тут конечно не пострелять под таким углом решил продублировать заход увидел что на него сверху падает наш миг и пробивает решил также продублировать попал но не смертельно тут чуть не стал жертвой собственной жадности потому что решил все же добить его тут с удивлением для себя увидел полетающий мимо худого самое смешное я тут летал минут 10 выше всех и никого не было вот так вот бывает решил посмотреть побольше энергии успею ли уползти от него на высоту или нет поморгала ножками вижу что это двое синих таки ползут за мной понимаю что от них я явно на этой высоте не убегу решил попробовать как-то вернуться к нашей наземке поскольку я там раньше видел что летали наши истребки вот таки висит на хвосте вот и подлетаю к нашей наземке внимательно осматриваясь включила но вдруг то увидит ну по закону подлости все внезапно куда-то испарились хотя я когда летал сверху я их видел там минимум три или четыре контакта летали и воевали такое тоже бывает поэтому вырубила ножки смысла в них уже никакого до аэродрома тоже мне высоты не хватит от мессера смотаться что-то надо делать решил немного поманеврировать может повезет пропустил мессера перед собой но он конечно на энергии полез наверх кстати я подумал что это достаточно удобный момент пока он там климбит ему видно меня плохо попробовать слиться вниз и по нулям по нулям тихонечко попробовать убежать рассматриваю вижу что мессер там за кем-то пикирует но он по моему не на меня пикировал поскольку у меня никто не преследовал и все же мне удалось таки удирать домой на базу ну и последний эпизод в этой сессии я бы даже назвал таким живо трепещущим набрал и высоты повыше семерочки и увидел пару мессершмитта решил зайти на них но сразу скажу что пара была опытная скорее всего них тем более был третий наблюдатель поскольку обратите внимание вот я захожу они делают распуск один вправо другой влево я знаком с этой фигурой то есть и так делают как правило очень опытные ребята поэтому просто не стал ни за кем идти сохраняя скорость полез наверх что если что в случае чего залезть и там точно 8 можно от них смело удрать если они конечно пойдут за мной тут с удивлением для себя заметил еще одного мессера который на энергии заходит на меня скорее всего это возможно был третий друг который был выше решил этот сюжет него избавиться но почему-то на удивление он бросил меня и даже не стал переследовать возможно у них там какая-то была своя отдельная задача которую они там летели выполнять повезло и в этот раз ну а на этом ребята у меня все приключения закончились в следующем бою там меня все же сбили точнее убили пилота и история как говорится закончилась всем большое спасибо за просмотр тем кто досмотрел до конца выражаю большую и огромную человеческую признательность всем добра верпилы с вами был Алюха и до новых встреч всем пока 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 она